Скажите, а вот, допустим, я от сглаза себе закалываю булавку. Это вообще ерунда или это помогает? Потому что очень многие. Я с детства это помню. Девочки и мальчики, здравствуйте, дорогие мои. Посмотрите, у меня на экране сегодня гости. Очень интересная. Зовут ее Наталья и живет она в Нью-Йорке. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Помните, на прямом эфире я говорила вам, что я познакомилась с интересной девушкой из Нью-Йорка. Она гадалка, она предсказательница. И мы решили сделать вместе с ней такое вот видео. Никогда у меня на канале не было видео ни с гадалками, ни с предсказателями. Никогда я ничего им не задавала, ни одного вопроса. Поэтому мне просто жутко интересно. И вот Наталья согласилась сделать со мной видео. И я, конечно, Наталья, не знаю, понравятся ли вам мои вопросы. И вообще, как я сказала, я не сильна во всех этих гаданиях. Но я буду задавать вам вопросы те, которые мне придут на ум. И то, что меня именно интересует. Я слышала, я на фейсбуке читала про вас, что вы вообще венгерская маг-предсказательница. Живете вы в Нью-Йорке. Верно. А вы родились прямо в Венгрии? На самом деле я венгерская, потому что мои родители родом из Венгрии. А я уже такая обрусевшая, потому что выросла уже в России. Ну, а потом с течением обстоятельств оказалась в Нью-Йорке. А в России вы где вы выросли? В Москве. А, вы в Москве. Как долго вы живете в Америке? В Америке живу 10 лет. 10 лет. В Нью-Йорке? В Нью-Йорке. Как вам Нью-Йорк? Сначала, честно говоря, мы были шокированы. Наверное, как и многие, да? Ожидаем от Америки чего-то такого сверхъестественного. Да. Немножко сначала не понравилось. Ну, потом прижились, уже стали замечать, брать от жизни всё самое лучшее, что я всегда советую всем людям, своим клиентам. Берите от жизни всегда всё самое светлое, самое хорошее, самое полезное. А вот мне очень многие говорят, что Нью-Йорк очень похож на Москву. Или Москва на Нью-Йорк. Вы как москвичка с этим согласны? Чем-то похож. Ну, когда мы уезжали оттуда, в России была совсем другая обстановка. А сейчас, конечно же, за эти годы люди хвалят Москву, что Москва очень выросла, стала красивее и лучше. Ну, а так, в принципе, да, что-то есть. Были вы в Москве за это время? Нет, за это время, за эти годы ни разу не были. Серьёзно? Ни разу не были. Хотите поехать? Ну, есть желание родных, близких увидеть, конечно. Ну, вообще сейчас вот как бы такой прогресс, что мы можем, не ездив туда, увидеть их по... Ой, не говорите, это большое достижение. Я даже сеансы свои провожу по видео. Да. Раньше, когда-то, в былые времена, мы, когда не было даже телефонов, мы гадали в письмах. Да что мы. И моей бабушке, и моей матери присылали люди письма, которые жили очень далеко, не могли приехать. В письмах обязательно отправляли фотографию, дату рождения, вкратце историю. Мы просматривали и отправляли уже предсказание, какое-то назидание в письмах. И вот даже была такая вот, да. А сейчас видео, так это, вы что, это такое достижение, такая возможность, когда мы можем, вот так, не выходя из дома, да, когда человек опаздывает, нет возможности, живёт в другой стране, мы связываемся, я провожу все сеансы. Как интересно. То есть ваша бабушка и ваша мама были гадалками? Вы знаете, венгерский род славится именно вот этим даром, возможностью видения. Мы имеем эту возможность от природы. Мы никогда этому не учимся. Сейчас, к сожалению, очень много людей, которые, ну, мягко говоря, занимаются не своим делом и выдают себя за магов и целителей. Но на самом деле, конечно, этому никогда не научиться. Либо это есть, либо этого нет. Дар видения, гадания, предсказания, просмотр судьбы человека, это должно быть в крови. Это должно быть в душе, теле, сердце и разуме. Но вот в юном возрасте вы чувствовали, что у вас есть этот дар? Когда вы почувствовали его? Ой, Наталья, вы знаете, не то, что я почувствовала. Я знала, что рано или поздно я тоже буду помогать людям, и люди будут обращаться ко мне. Потому что мы же растем в этом. Мы видим, как приходят люди, просят о помощи, как, например, моя мама помогает, и люди снова приходят, и благодарят, и просят, и рекомендуют другим людям. То есть это вот, это наша жизнь. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И пришел вот такой момент, период, когда уже я встала вот в это, на это место, и я уже должна помогать. А вот я назвала вас гадалкой. Вот вам нравится, когда вас называют гадалкой, или вы все-таки маг-предсказательница? Ну, почему же? Я, если я гадаю, то можно называть гадалкой. То есть это не грубо, да, назвать гадалкой? Нет, нет. У меня вот на телефоне, вот, как бы, ваше вот это вот объявление, да, и я вот хотела по этому спросить. Написано. Старинное гадание предсказания. Так, извините, я сейчас очки надену и скажу, что я хотела спросить. Меня вот это заинтересовало. По линиям ладони и чертам лица. Это как? Я первый раз это слышу. Так и есть в буквальном смысле, да, по чертам лица. Когда я начинаю просмотр судьбы, ситуации человека, начинается сеанс. У меня комплекс, у нас, то есть в нашем роду, это комплексный просмотр. Не только по картам, либо не только по руке или по чертам лица. Это идёт комплексный просмотр, и автоматически я смотрю всё по чертам лица. Я обязательно попрошу показать мне ладонь левую, например, на камеру, да, если это онлайн. Я смотрю по картам с элементами ясновидения. И мои сеансы – это не просто гадание, это не просто просмотр судьбы. Это обстоятельный подход, да, к каждой ситуации, потому что мы все очень разные. Судьбы кажутся похожи, но на самом деле они очень всё по-разному у каждого человека. Это беседа, это обсуждение, это идёт такой полноценный, да, разговор, беседа, общение и обсуждение вашей судьбы, вашей ситуации, ваших каких-то обстоятельств, возникших новых или затянувшихся каких-то нерешённых. Ну, сеансы, настоящий сеанс у гадалки, да, это совсем не просто. Это очень серьёзный, ответственный процесс. А вот у меня вопрос. Вы до этого сказали, что есть очень много людей, которые занимаются не своим делом, ну, и как бы представляя из себя как бы тоже предсказателей. А на вас это как-то сказывается? Всё-таки вот люди, да, они же знают, что вот очень много обманщиков там или что-то. Вам приходится доказывать людям, что или как вы это доказываете, чтобы вам поверили, допустим. Вот мне вот это всегда интересно. Ну, кто-то скажет, да, ну, очередная там предсказательность. Да, да, да. И вот как, скажите, как это происходит? Как люди всё-таки вам начинают доверять и говорят, ну, вот, или они смотрят уже на результат, что вы им сказали? Вы же, наверное, говорите там им прошлое, да? Или как вообще это, вот, люди, как они относятся? Ну, на самом деле, да, есть какие-то, знаете, такие сложившиеся уже, сложившиеся мнения, потому что человек один раз, который обратился, например, обжёгся, да, не туда попал, то складывается уже мнение обо всех, обобщается, да, обо всех гадалках. И люди, к сожалению, которые на самом деле нуждаются в помощи, они уже боятся, остерегаются и остаются со своей проблемой наедине. Им сложно решить эту ситуацию. Она, получается, запущенный такой вариант уже, да. И, конечно, здесь уже тяжело, сложно кому-то что-то доказывать, но, ну, как я могу, да, я же не буду ходить всем рассказывать, вот, я, идите ко мне. Да, да. Вот. Но у меня есть соцсети, конечно, Facebook, Instagram. Есть люди, которые ко мне уже много, по многу лет обращаются, да, и они советуют, рекомендуют меня другим людям. Это во-первых. Во-вторых, человек, который обратился ко мне, замечает, да, что как бы сеанс серьёзный, что я помогаю, что я говорю какие-то вещи, которые совпадают с его жизнью, с его судьбой, с его событиями. И, ну, постепенно начинает доверять. И, ну, здесь уже я как бы специально не навязываю, не уговариваю, не доказываю, потому что я всегда говорю, самый лучший индикатор – это ваше сердце, ваша интуиция. Конечно, иногда интуиция подводит, но всё-таки нужно опираться на свои внутренние какие-то ощущения. Ну, вот я очень много листала ваших Facebook-страниц, да, и я не буду спрашивать, кого из известных людей вы как бы принимали, но я могу говорить о тех, кого видела на страницах и кто говорил о вас. Такие, как Джигурда и Рустам Солнцев я видела, да, я так понимаю, как бы они к вам обращались. Вот у меня вопрос, а вот когда это известные люди, то есть есть какая-то разница? Вот потому что ведь про известных людей мы много чего знаем, то есть абсолютно вот про Джигурду мы знаем всё от и до. Он всё нам рассказывал. То что вы можете вам предсказать и как вы можете, допустим, ему доказать, что вот вы видите, как говорится, насквозь? Ну, вы знаете, на самом деле, то, что мы видим об известных публичных людях, ну, это, можно сказать, такая часть какая-то их жизни, которую они намеренно, заведомо выставляют на всеобщее обозрение. Это обычные люди, они люди так же сложены, как и мы, у них есть своя судьба, есть свои секреты, есть свои тайны, о которых они, может быть, не разглашаются, есть проблемы, которые мучают, да, и тем более публичный человек, который всегда на виду, есть много негативного мнения, есть много негатива, есть много людей, которые недоброжелательно относятся к ним. И вот здесь уже нужна помощь энергетическая, на энергетическом уровне, когда нужна защита, когда делается заслон, защищается биополе человека от негативного воздействия. То есть вы именно вот помогаете тем, что вы можете сделать, как снять с глаз, допустим, это вообще существует, да, или снять с глаз? Да, конечно. Вы видите, что на человеке есть с глаз, что его сглазили, да, ему плохо. Конечно. Естественно, конечно. Это так интересно. То есть вы осмотрите на человека, вы, значит, там делаете свой рентген, как говорится, и вы говорите ему, что нужно ему делать, как ему поступить, или вы что-то делаете для него, чтобы этот с глаз ушел? Во время сеанса я должна обязательно определить, исключить негативную энергию, да, или определить ее, то, что она есть или ее нет. Если все-таки я найду, то я расскажу, как это можно сделать, как это можно убрать, как можно защититься. Ну, и если человек нуждается в моей помощи, я с удовольствием помогаю, и это уже происходит непосредственно со мной. Как бы я провожу эти обряды на снятие. Клиент, то есть человек, которому я помогаю, обязательно принимают в этом участие, потому что в одиночку работать нельзя. Нам нужен энергообмен, нам нужен определенный ритуал. Я задаю какие-то маленькие домашние задания, но в основном я делаю все сама. А к вам может человек обратиться, вот, допустим, от меня ушел муж, помогите мне его вернуть. Вы делаете такие вещи? Ну, самые частые проблемы – это семейные, конечно. Да. Ну, к женщинам возвращаюсь мужью? Ой, конечно. Да? Естественно. Ой, как здорово. Есть ситуации, когда помочь вот именно вот такой истории невозможно. Ведь существует такое понятие судьба, не судьба. Когда люди не судьба просто друг к другу. Да? Вот они не должны были жить вообще вместе. Ну, вот они сошлись, поженились, пожили там какое-то время. И все, пришло время расставаться. А там, как они расстались, это уже, знаете, дело судьбы. Кто-то ушел к другой женщине, кто-то появился любовница, где-то они рассорились, не поняли друг друга, расстались. Но если пара судьба, они должны быть вместе, и судьба должна развиваться дальше уже в семье, то, конечно, за такие случаи, за такие вот именно обстоятельства я берусь, и мы боремся, и возвращаем. И семьи снова обретают гармонию и дальнейшее развитие. Скажите, а вы встречались с такими, как люди, которые, ну, недоброжелательные, хейтеры их называют, да, вот как бы простыми? Вам пишут какие-то обидные вещи, что вот там, знаете, я не знаю, там, аферистка, ну, как люди? Пишут, пишут, но пара реагирует. Как вы реагируете на такие вещи? Никак. Никак. Я не отвечаю на такие комментарии. Никогда, в принципе. Скажите, а вот, допустим, я от сглаза себе закалываю булавку. Это вообще ерунда? Или это помогает? Потому что очень многие, вот я с детства это помню. Скажите. Вы знаете, любой оберег должен быть заговорен. Если он без определенного энергетического воздействия, он служит просто как украшение. Просто булавка. Должен быть подкован обязательно, да. Он должен быть заговорен хотя бы вашими словами, хотя бы молитвой, соответствующей вашему вероисповеданию. У меня вот, кстати, такая шальная мысль проскочила. Я сейчас хочу вам задать. Потому что я знаю, что вы очень занятой человек. У вас очень много там на очереди стоят людей. Могу ли я дать вашу информацию на своем канале, в вашей соцсети? Смогли ли бы вы, как говорится, взять каких-то новых себе людей? Да, конечно. Конечно, всем, кому нужна помощь. Кто запутался, у кого есть какие-то нерешенные ситуации, кто не может справиться самостоятельно. Пожалуйста, конечно. Вы можете дать мой номер телефона. У меня есть Facebook, есть Instagram. Пожалуйста, добро пожаловать. Классно, спасибо большое. Так, что у меня еще тут? Какой вопрос? А скажите, а когда вы жили в Москве, вы предсказывали? Конечно. Я помогаю людям с 12 лет. Ой, с 12 лет. Серьезно? Это так интересно. Когда мне мама разрешила, я уже начала помогать. А были такие случаи, что вот вы, человек к вам пришел, и вы говорите, я не могу вам помочь. Извините, работать я с вами не буду. Не было еще такого никогда. А что должно произойти, чтобы вы такое сказали? Без понятия, не знаю. Еще не столкнулась. Ну, допустим, что-то такое вы страшное увидели в этом человеке. Нет? Нет, ничего. Ничего. Я побеседую с человеком. Может быть, я помогу ему посмотреть на ситуацию, на обстоятельства с другой стороны. Может быть, человек поменяет свое решение. Да, если... Бывают, конечно, люди просят навредить кому-то, отомстить. Чего я никогда не делаю, и человеку не следует. Ну вот, пожалуйста, вы скажете, я не могу вам помочь, да? Да, 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 да. В этом случае. Но все равно я помогу ему поменять свое решение, посмотреть с другой стороны. Я направлю ему, направлю его на верный путь, чтобы его судьба изменилась благоприятным образом. А вы верите в эту карму? Я все равно указываю. Что? Вы верите в карму? Что вот если человек кому-то идет, мстит там, вы верите в то, что вот это может бумерангом на него? Конечно, обязательно. Рано или поздно. Рано или поздно сказывается все равно. То есть, все-таки люди, которые делают нехорошие вещи, они должны остерегаться вот этих бумерангов и кармы. То есть... Ну, я считаю, что нужно задуматься, прежде чем делать что-то плохое. Угу. Конечно. А у вас есть дети? Да, у меня тоже есть семья, есть детки. У нас тоже бывают дети. Да. Но у меня нет просто вопроса. А у ваших детей есть такой дар? Они хотят вас этим заниматься? Вы знаете, у меня мальчики. Мальчики. Это дар передается в девочек. Девочка. По женской линии. Ну, а у мальчиков вот он домой пришел, вы смотрите его там. Ага, я знаю, что у тебя сегодня произошло. Я знаю, что у тебя нехорошее сегодня настроение. Что-то вы так смотрите на своих детей или нет? По поводу детей. Ну, материнский инстинкт, конечно, чувствует, ощущает своих детей, да? Ну, а вообще, к сожалению, себе мы смотреть не можем. Ни себе, ни детям. Правда? Единственное, что мы можем для своих детей, это снять с глаз. Снять негативное воздействие. Наладить настроение, энергетическое поле. Вот это можем, да. А повлиять как-то на судьбу нет. А сколько у вас старшему самому ребенку? Шестнадцать. Шестнадцать. Ну да, еще все равно такие молоденькие. Молоденькие еще мальчики. Так, что мне еще у вас спросить? Так, это все интересно. А вот как люди вас вообще находят? Вот вам пишут в фейсбук. Наталья, здравствуйте. Мне вас посоветовала такая-то. Или они вас просто где-то там увидят случайно и начинают задавать вам вопросы. Какие вопросы вообще сразу идут? Сколько это стоит, допустим? Или как вы можете мне помочь? Как вообще вот это вот все происходит? По-разному. По-разному. Наверное, зависит от настроения человека. Наверное, зависит от ситуации. Да, бывает прям вот сейчас сразу, когда вот стало плохо или мысли замучили. По-разному. Кто-то обращается, первый вопрос сразу стоимость. Кто-то говорит сразу, Наталья, мне срочно нужна ваша помощь, помогите мне, пожалуйста. Кто-то спрашивает, где вы находитесь. Все по-разному. Ну, наверное, стоимость вы не можете сказать сразу. У вас, наверное, зависит все кейс от кейса, да? Что, чего нужно делать человеку. Или у вас есть какой-то прискуран? Нет, вы знаете, я скажу. Есть, конечно. Сеанс, первый прием, это сеанс диагностика, гадание, предсказание и сновидение стоит 100 долларов. Так. Для американцев это стоит 100 долларов. Для Америки. И вы, значит, делаете диагностику и потом говорите человеку, что ему нужно вообще. И надо ли ему помогать, да? Да, конечно. Прежде чем предпринимать какое-то воздействие магическое, помощь оказать, я должна посмотреть, определить ситуацию, определить источник каких-то неприятностей, если они есть проблемы, да, возникшие. И тогда уже я буду понимать, каким способом можно помочь этому человеку. А может быть и не нужна помощь. То есть я загляну в будущее, увижу, что эти обстоятельства сами по себе решаются со временем, только нужно переждать, пережить вот это время, переждать момент. И все, само собой, рассосется, наладится. А подруги у вас, ведь у вас есть подруги? Вот они могут вам позвонить, сказать, прям по телефону. Наташа, все, я не могу, блин, помоги мне, вот прям сейчас по телефону. По телефону можете помочь по голосу понять, что у меня? Ну, такое часто, такое постоянно, конечно. Да, прям вот по голосу можете сказать? В любое время суток, в любое время дня и ночи. А тут у вас еще написано, изготовить обереги и талисманы, это что значит? Обереги и талисманы я готовлю сама, да. Как они выглядят? Да, очень часто заказывают. Обычно это красная веревочка на левое запястье, которая одевается. Это очень сильный, хороший оберег. Его заказывают для детей, бывает заказывают прям для всей семьи. А вот если я блогер, и меня смотрят тысячи людей, мне нужна такая веревочка? Меня могут сглазить через экран? Или если я в это вообще не верю, меня не могут? Я всегда верила в то, что я вообще в это не верю, значит, на мне броня. Так это или не так? Наталечка, если вы ощущаете от своей аудитории негативный поток, если вы после эфира, например, да, чувствуете усталость, но усталость, знаете, бывает усталость приятная, вот провела эфир, вот отдохну сейчас. А бывает усталость болезненная. Вот когда прям недомогание, голова болит, тянет вниз, прям вот хочется свалиться и не встать. Вот это уже негативный поток. Если вы в основном ощущаете вот такую болезненную усталость, утомляемость, да, или раздраженность такую, то, скорее всего, было много негатива какого-то, да, ну, разное бывает, всевозможное. Ну, лучше, конечно, приобрести какой-то оберег. А могу я у вас заказать какой-то такой оберег на руку или куда там надо? Можно, конечно, с удовольствием. Да, я очень бы хотела. Я на самом деле, я знаю, что подписчики, наверное, думают, что сейчас я у вас буду просить, я не буду просить у вас на видео, погадайте мне. Потому что, смотрите, если вы сейчас угадаете, они скажут, ой, она, наверное, ее подготовила. Наверное, ей рассказала все о себе, чтобы все это показать. Поэтому, ну, бывают такие люди, которые начнут писать, что это все, типа, подготовлено, стейдж, как в Америке говорят, да? Поэтому я как бы вот... Я поняла. Ну, во-первых, я бы никогда не стала гадать в прямом эфире. Ну, вот, если бы я сейчас вам говорила, вот, посмотрите на мою руку, вот это мне кажется, да? Нет, никогда, никогда. Это очень лично и конфиденциально. И я в прямом эфире никогда не гадаю. В крайнем случае на Инстаграм очень редко меня просят «Сделайте гадание в прямом эфире». Очень редко, может быть, за все время, раза два я вышла в прямой эфир. И, ну, это, я считаю, это несерьезно, не правильно. А вот по лицу, по моему, как там, по очертаниям лица, вы мне можете сказать, у меня есть, что тебе сказать? Или как бы, ну, все нормально? Наталья, мы с вами это обсудим потом. А, видите, как? Вот, ну, вот, ну, хорошо. Хорошо. Вроде и как и подбывает спросить. С другой стороны, да, наверное, это все-таки личное, да? Так, конечно. Ой, так интересно. А муж ваш? У вас муж американец или у вас муж русскоговорящий? Мой супруг русскоговорящий, венгерский тоже. Ага, как он относится ко всему этому? Он тоже это все видит? Да, хотя это все только девочкам придаются, да, вы уже сказали. Нормально, как это. Но он уже привык. Это в нашей семье принято. Да. А к вам на дом приходят те, кому нужна помощь? Или вы сейчас вот, пока ковид, вы делаете все онлайн? Вы знаете, к сожалению, вот в период пандемии, вот это ковид, я не приглашаю к себе. А раньше, конечно, только так, в принципе. Принимала только лично, а по видео только с теми, кто из других стран. А вот когда вы предсказываете, у вас должна стоять, допустим, свеча на столе? Как вот в фильмах показывают. Да, свеча должна гореть. Так. Да, свечной огонь должен быть обязательно, он нейтрализует негативную энергию. Вы по Тару ведь тоже гадаете, да, Тару, карты? Это не Тару, я покажу, это не Тару. Это старинные венгерские карты гадальные, это не Тару, это совсем не Тару. Какие они старые. Они очень старые, видите, я их даже заламинировала, потому что они ветхие, они уже рвутся. Эти карты передала мне моя бабушка. Бабушке было 92 года, когда она умерла, она оставила, у нее было три колоды. И она вот трем внучкам оставила по колоде карт. Ну, представьте, сколько им лет, да, больше 100 лет. А вот нет такого, что если вы их заламинировали, как бы вы закрыли всю силу у них, нет? Нет, нет, нет. Наоборот, я берегу их. Как интересно. Но вам нужно обязательно человека видеть, да? Или по фотографии, или, наверное, видео. Обязательно. Обязательно нужно не только мне, но и человеку, который ко мне обращается. Мы должны друг друга видеть. У нас должен быть энергообмен. Мы должны общаться. Мы должны вести беседу. Когда видишь друг друга, сразу возникают какие-то вопросы. Хочется что-то спросить. Начинается нормальный диалог. Часто плачут у вас перед вами. Вот вы включаете, и начинается прям плачь что-то. Прям помогите. Плачут, бывает, конечно, конечно. Разные ведь обстоятельства ситуации. Вы очень много историй слышали, да? Очень много судеб, конечно. Очень много судеб через меня проходит. Очень много. И несчастных, и счастливых. Были такие запоминающиеся очень какие-то истории. Можно рассказать или нельзя? Я вас не знаю. Нет, не буду рассказывать. Потому что вдруг смотрят, да? Ну, конечно, не нужно. Это все очень-очень личное. Здорово. Ну, вот видите, вот как вы отвечаете на вопросы, это тоже, как говорится о вас, говорит о вас, как о человеке. Поэтому, да, вот такие вопросы тоже очень интересны. Так, что у нас здесь еще? Обряды и заговоры. Помощь в решении правов. Магия любви. Вот магия любви. Это кого-то вернуть, кого-то, или, допустим, девушка приходит к вам и говорит, вот не могу никого найти, и сделайте так, чтобы вот мужчинка к магнитам ко мне тянула. Вот есть такие запросы? Есть, конечно. Магия любви. Налаживание в семье отношений, да? Когда мужчины или женщины не могут выйти замуж, не могут жениться. Когда расстались, например, да, молодая пара рассталась. Когда любовница есть, треугольник. Ну, вот магия любви, она как бы за себя говорит. А если я пришла и говорю, у меня вот проблемы с сыном или с дочерью, да, вот дочь мне не слушается. И такое тоже можно попросить? Да. А ситуации, проблемы родителей и детей тоже часто, да. Это такой хрупкий вопрос ответственный, очень хрупкий такой. К нему нужно подходить очень осторожно. Как бы научить воспитывать ребёнка я не могу, потому что каждый родитель видит своего дитя по-своему, да, и как бы выбирает ему сам путь. Но если возникли какие-то осложнения, например, в отношении, в взаимодействии ребёнка с родителями, или ребёнок беспокойный, или ребёнок не может учиться, или же он учится, старается, но у него не получается, или подросток, да, какие-то отношения уже пошли, личные, любовные, или какая-то негативная компания. То есть вот такие вот проблемы, которые нуждаются в помощи, именно когда родитель не может помочь. Часто деток глазят, даже взрослых детей. Ну, вот в таких вот ситуациях я помогаю, ну, грубо говоря, разрулить, да, ситуацию. Либо я направлю на какой-то верный путь, посоветую, как себя вести, как разговаривать с ребёнком, да, как поменять манеру общения, потому что родитель, когда вот получается, случается, да, вот в семье какая-то неприятность, он начинает, ему не до чего, он уже не знает, какими путями подойти к этому ребёнку, к этой ситуации. Ему сложно. А со стороны всегда нужен совет. И когда обрядом помогу, когда ситуация требует именно вот магического воздействия, магического внедрения на энергетическом уровне, вот тогда я говорю, что надо вот так, так, так и так сделать. Нужно несколько обрядов и посмотрим, как пойдёт ситуация. А когда мы можем избежать обрядов, я могу посоветовать, да, как вести себя в этой той или иной ситуации. И ситуация решается. В любом случае я помогаю. В любом случае. А вот у меня был вопрос как раз о детях, уже взрослых, то есть, допустим, сыну 35 лет, дочери там 40 лет, и вот не общаются они с родителями, допустим, очень плохое отношение, потому что там невестка не даёт, или там наоборот. Да, да, очень часто такие невестки, да. То есть такое. А вот и про религию, если я вас спрошу, вот допустим, мусульмане, могут ли они гадать, могут ли они к вам прийти и сказать, вот предскажите, и вообще они приходят, мусульмане к вам, допустим? Люди различных вероисповеданий, религий обращаются. Да. Там уже всё зависит от личного отношения, да, к этому гаданию. Зависит от человека. А вообще я принимаю все религии, все вероисповедания, пожалуйста. Да. А вот вы сама, допустим, у вас есть какой-то такой, допустим, я не ем свинину там, или что-то такое у вас у самой есть, или вы... Нет. Нет, у нас такого не было. Вы, а какая у вас религия? Я христианка православная. Наталья, а вы обращались когда-нибудь к гадалке? Никогда. Никогда. Я когда с вами начала общаться, я подумала про это, и думаю, наверное, я боюсь. Вот что я боюсь? Вот спросите меня, что я боюсь. Боюсь, что-то... Вы, наверное, боитесь услышать чего-то. Да. Очень часто, вы знаете, во-первых, на сеансе, в начале сеанса я обязательно спрошу, чего бы вы не хотели услышать. Потому что некоторые люди боятся, и даже сами уже заранее мне говорят. Наталья, я вот не хочу. Не говорите мне, например, сколько я буду жить. Не говорите мне, если вы увидите какие-то, не дай бог, болезни. То есть это всё обговаривается. Сеанс проводится очень тактично, очень, как вам сказать, аккуратно. Да, я никогда не говорю резко в лоб какие-то... То есть вы можете видеть болезни у человека? Ну, конечно. Конечно. Всё, что касается человека, всё, что касается судьбы, какие-то пути, какие-то проблемы, ситуации, откуда всё это идёт, источники, неприятность. Определим врагов, определим друзей, с кем можно общаться, кого лучше избегать, что происходит на работе, верно ли вы выбрали свою специальность, подходит ли вам эта учёба, или работа, или бизнес. Очень часто мужчины обращаются по поводу бизнеса. Правильно я выбрал, что делать дальше, купил трак, поеду, не поеду. Ну, вот такие вещи, разные, разные. А было у вас такое, что у вас перед вами человек стоит, и вы видите, что он болен, и что вот он настолько болен, что хочет сам сказать, а он не хочет об этом слышать. Вам тяжело на душе, что, блин, как же мне ему помочь, у него там такая болезнь тяжёлая. Но вы видите, что у него, допустим, терминал ил. Вот вы такого можете видеть? Ну, знаете, диагноз я поставить не могу, я не доктор, но я могу сказать, что у человека есть проблемы со здоровьем. В какой степени там они серьёзные, меньше серьёзные, тяжёлые, не тяжёлые. То есть это можно сказать, конечно, что физическое здоровье у человека не в хорошем состоянии. То есть вы видите не в хорошем состоянии, в большой степени, в маленькой степени. Да, да, да. Можно предвидеть, можно увидеть, можно определить и делать какие-то вещи. Но к вам приходят и мужчины, и женщины, правильно? Мужчины, и женщины, и несчастные, и счастливые. Очень много обращаются очень успешных людей. Не только ведь обращаются с какими-то бедами. Да. Конечно, есть, обращаются успешные люди, очень счастливые, очень всё у них прекрасно, хорошо, замечательно. И зачем они обращаются? Люди желают сохранить своё благополучие и защитить. То есть здесь уже ставится защита, здесь ставятся какие-то заслоны, обереги. От видимых и невидимых врагов, например, да, от каких-то внутренних и внешних препятствий жизненного пути. Здесь уже идёт другая немножечко помощь, работа другая. А вы можете сказать, как можно определить человека, который рядом с вами находится, вроде вы думаете, что это друг? И вот как его определить, что вот он завистник, что он вас ненавидит, потому что вы успешны? Ну, такое же бывает, да, наверное? Определяю, я же вам сказала, определяю друзей и врагов. То есть мне, например, я могу вам просто сказать, что вот есть рядом с вами люди, которые неблагоприятны, да, завидуют вам, или сплетни какие-то, разговоры за спиной. Или же вы сами можете мне предложить показать фотографии людей, которых вы подозреваете в чём-то, да? Я уже скажу, да или нет, и что делать дальше, да. Да. Я думаю, что многое очень, кто сейчас смотрит, наверное, многие заинтересуются, потому что иногда на прямом эфире мы об этом говорим. И, ну, да, я просто знаю, что у меня спрашивали, нет ли у вас знакомых, там, говорю, нет никого вроде. Вот, и у нас, ну, у меня есть один знакомый друг, он в Пензе живёт, он мне иногда там что-то может сказать, там он тоже вроде гадает. Он, если я куда-то еду, он говорит, эта поездка что-то мне не больно нравится, ты туда не езжай. И я всё время могу, да, отстань, я вот так вот всё время к этому отношусь как-то. Ну, понятно. Да, но вообще, как бы, если куда-то я еду в поездку, если, допустим, я вам звоню, говорю, Наташа, скажите мне, вот нормальная поездка там, положительная, можно ехать или лучше не ездить, да? У меня есть одна такая женщина, вот всё-таки расскажу, не буду говорить имени, но... Ну, конечно, не могу. Есть женщина, у неё большая семья, они часто выезжают из Нью-Йорка в Майами на машину. И вот она всегда, когда они едут в Майами, когда они едут обратно, всегда консультируется. Наталья, что там с дорогой, ну-ка расскажите. Она такая очень щепетильная, очень тревожная такая. Да, конечно, по поводу дороги всегда обращаются. А вы не видите ничего, когда у нас там ковид закончится? Вы знаете, этот вопрос задавали мне с самого начала. Но ковид, это, знаете, такое непредвиденное на самом деле обстоятельство, такое, как сказать вам, нападение такое вот на нашу планету, непредвиденное, которое всё время меняет своё положение, которое всегда меняет своё настроение. И прогнозы всегда разные. Поэтому я стараюсь вот этот вопрос избегать, никогда на него не отвечать. Потому что оно, я бы с удовольствием сама для себя, да, определила, посмотрела. Потому что мы все устали уже от этого. Да. Мы все устали. Мы хотим жить нормально, свободно. И сейчас оцениваем, какая же жизнь была всё-таки, оказывается, райская. Мы жили в раю. Да. И это говорит о том, что я всегда говорю своим клиентам, людям, которые ко мне обращаются, всегда говорю, нужно ценить каждое мгновение своей жизни. Каждую минутку нужно благодарить Бога за всё, что у нас есть и за всё, чего у нас нет. Поэтому нужно всё оценить и брать от жизни самое хорошее. И человечество переживало многое. Много болезней, вирусов, войн. Всё переживало. И я думаю, что с Божьей помощью переживём и это. Главное заниматься сейчас своими делами, не терять оптимизма, продолжать жить, защищать себя, оберегаться, семьи, своих детей. И потихонечку вытянем, вылезем из этого. Вы не болели коронавирусом сама? Ой, тут вот нет, слава Богу. Я вот недавно переболела. Переболела, я знаю. О микроном. Но выглядите, слава Богу, хорошо. Нет, но я вообще хочу сказать, что это было настолько легко, что, слава Богу, да, ничего такого, как бы, ну, я там покашляла, потихала там, да. Но у меня, я больше очень была в стрессе от того, что я не смогла там поехать, вот поездку. Как бы поэтому я... А так, да, я, конечно, думаю, что... Мне повезло, что я заболела уже вот этим мутирующим. Повезло, да. Сколько людей пострадало, не дай Бог. Да. Все будет хорошо. А скажите мне, вот вы же видите вот так людей, наверное, насквозь. Вот вы пришли, допустим, в компанию какую-то. Я вот представляла вот это. Вот предсказательница видит людей насквозь. Вас пригласили в гости, день рождения, там, я не знаю, 40 человек. У вас нет такого, что вот прям каждого человека вы увидите, и вам это прям мешает? Нет у вас такого? Или надо прям перед человеком сесть и сконцентрироваться? Или... Ну, конечно, я же не буду каждый... Нет, нет, Наталья. Конечно же, я же не буду каждого человека диагностировать просто так. Ну, оно само не диагностируется вот как-то так вот, что не мешает? Нет, само нет. Нет, если я заострю внимание на ком-то, да, кто мне вот так понравился или наоборот не понравился, ну, вот там я могу, да, вот на секунду, на минуту как-то отвлечься, да, что-то там увидеть, посмотреть, что же это за человек такой, вот мне прям так. А вообще нет, конечно. Сеанс гадания – это серьезно, ответственно, это концентрация. Сеанс гадания – это не игра. И магия – это не волшебная палочка. Да. Нет, не нужно строить иллюзии. Все очень реально. Магия – это очень большой труд. Это мощные энергетические затраты, много стараний сильные. Когда я провожу обряд, у меня уходит очень много сил. Да, я делаю все от души, я делаю все от сердца. Я читаю обряд не как стихотворение, не как свое обязательство, а я читаю этот обряд как свою проблему. Я ответственна, я беру на себя это, и я переживаю и радуюсь вместе с вами. И для меня абсолютно не безразлична ситуация, за которую я взялась. Я принимаю непосредственное участие. Я контролирую весь поток, я контролирую обстоятельства, которые происходят в этот период, когда я помогаю. Поэтому это не волшебство, это не палочка. Вот взмахнул, и все у тебя получилось. Это время, это терпение. От человека, который обратился, требуется вера. Это самое главное. Вообще вера должна быть в жизни. Когда вы принимаете какие-то лекарства, вы должны верить в то, что они вам помогут. Вы должны верить во все, что вы делаете. Во всех своих начинаниях, хотя бы надеяться. Поэтому, знаете, вера спасет нас. Есть такое. Поэтому, когда я берусь помочь человеку, это происходит все очень от души, от сердца. И я отдаю все свои возможности, которыми я обладаю. Мои силы направлены только на помощь. Самое главное, не навредить. То есть бывают такие сеансы, после которых у вас сил нет. Просто вы падаете без сил, как говорится. Ну, конечно, Наталья, как вы думаете? Конечно. Конечно. То есть действительно она отдается этой энергии, силы, все это отдается. И надо потом... Да, но у нас есть... У человека, который реально обладает возможностями, да, энергетическими, потусторонними, немножечко больше, чем обычный человек, у нас есть такое свойство, как обновляться. То есть наши силы обновляются. Немножко нужно отдохнуть, почитать молитвочку, и силы обновляются. Во-первых, силы обновляются еще от хороших результатов. Когда я получаю с утра, например, сообщение Наталье, спасибо, благодарю, письма благодарности. Когда человек рассказывает, что ситуация налаживается, что спасибо, все хорошо, вы волшебница. Конечно, конечно же, это для меня счастье. Я расту еще на 2-3 головы. Вот, но это все очень так, знаете, все живо, все живо, все живет. А вот что вы мне можете посоветовать, знаете, в чем? Так как я блогер, конечно, у меня есть хейтеры, да, и я вижу, что пишут там, ну, что-то там придумывают, пишут там все, да. Ну, конечно, это всегда есть. Я читаюсь, и мне плохо, действительно, я бывала плохая. Нет, не надо, не надо. Как вы реагируете на них? Во-первых, старайтесь не обращать внимания. Старайтесь абстрагироваться, да. Когда маме говорят, мама, абстрагируйся. А как абстрагироваться-то, я вот, вот бывает, что начитаешься, знаете, вот мне один человек сказал, что они существуют, пока ты их читаешь. Вот ты их читаешь, они у тебя в мозгах, ты их читаешь, их не существует, они виртуально. Но вот бываешь, начитаешься, и знаете, вот столько про себя прочитаешь, что и руки опускаются, да, и было такое. Сейчас уже, конечно, меньше у меня, как бы, чем дольше ты блогер, тем, наверное, кожа толще становится, да. Ну, как вот реагировать на них? Я даже... Наталья, ну, я на самом деле говорю, что, во-первых, старайтесь не обращать внимания. Чем больше вы будете обращать внимания, тем больше они будут в ответ реагировать снова, продолжать дальше, да. То есть вы даете им тему для дальнейшего обсуждения, осуждения. Старайтесь все-таки абстрагироваться, ставить перед собой заслон и просто не обращать на это внимания. Вы должны понять, что нормальный человек, да, образованный нормальный человек, доброжелательный, никогда этого не сделает, никогда не напишет и даже не подумает плохо, да. Вот, ну, вот исходите из этого, что на таких людей лучше не обращать внимания и не тяните на себя энергию негативную. Отталкивайте, не обращайте. Ведь у вас больше хороших сообщений. Конечно, нет. У меня 99% хороших. Ну, вот поэтому, знаете, добро всегда побеждает зло. Да. А может ли у вас быть такой человек, который вас сглазит? Вы не чувствовали такого вот прямо... Меня? Да. Меня? Меня нет. Нет, то есть у вас нет такого вообще страха, что вас кто-то может сглазить. Меня никто никогда не сглазит. Детей может. Меня никогда. А как вы, у вас какая такая защита у вас есть, что вас никто не сглазит? Ну, вот такая у меня защита, слыша, есть у меня защита. А вы можете поставить такую защиту на кого-то, вот на меня, что я буду, скажу, меня никто не сглазит или нет? Конечно. Да. Конечно, естественно. А сглаз он как чувствуется? Защита бывает, защита бывает обрядная. Защита бывает с помощью амулетов талисманово берега. А как это сглаз чувствуется вообще? Вот что чувствуется, что, ой, вот тебя сглазили? Сглаз проявляется, ощущается... То есть человек начинает ощущать на себе такие вещи вот несвойственные, да, обычные. Вот что с ним... Даже головная боль, она какая-то другая, она необычная. Тяжесть, тяжесть в ногах, обычно вот тяжесть в глазах. Или хочется спать, или человек агрессивный такой, тревожный, что-то места не находит. Даже бывает температура поднимается. По-разному. То есть сглаз невозможно пропустить. Негативную энергетику невозможно пропустить. А он сам проходит этот сглаз? Вот у меня такое состояние бывало-бывало, потом раз, и опять все нормально. Нет, не проходит. Он может быть затишье какое-то временное, но потом все равно обостряется. Невозможно. Знаете, многие говорят, ой, пройдет ничего. Я говорю, ой, вот у вас там вот это, вот это, да, я нашла. Вижу, что вот когда-то давно было наведено, или давно, недавно, неважно. А мне отвечают, а ничего пройдет. Никогда не пройдет. Это не грипп, это не ковид. Это никогда не пройдет. С этим надо бороться. А как вот у меня вот бывает, допустим, такое настроение плохое, тяжесть, и спать охота. А потом опять все нормально, вроде смеюсь, веселюсь. Это значит, что у меня не было ни разу сглаза, или что? Я вроде думаю, аудитория огромная. Надо все определять, надо определять. Может быть, нет, надо определять. Может, знаете, тут есть много факторов, которые могут повлиять на ваше настроение и на такое вот состояние, да. Может быть, вы на самом деле просто устали. Может быть, вы пообщались с человеком. Есть же такие энергетические вампиры, да, которые прям вот забирают энергетику. Вы много отдаете, а назад не берете ничего. То есть у вас идет утечка вашей энергии. Может быть, вы пообщались много с таким человеком. Может, вы заболели. Может быть, на самом деле есть какой-то сглаз. Это надо все определять. Надо смотреть. А скажите, а вы предсказываете только на русском языке или на английском тоже? Ой, вы знаете, к сожалению, у меня нет возможности говорить на английском. Не умею. Хотя очень многие обращаются. Но в таком случае я говорю, что давайте берите с собой переводчика. Рядом человек, который может перевести. В России, да. Скажите, а вот давайте я у вас задам вопрос про Америку. Что такое в Америке? Вам есть такие вещи какие-то, вот вы сейчас в Америке живете, что вам очень не нравится об этой стране? Страховка, медицина. У вас там как с ним? Система. Ну, система, в принципе, мне как бы все устраивает. Мне удобно, да. Ну, это хорошо. Не жалуюсь на систему. В русские магазины ходите там? В русские иногда. У вас близко они? В основном я люблю итальянские супермаркеты. Нет. А русские мы сначала ходили, пользовались неткостом. Но что-то неткост разочаровывает со временем. Готовить любите? Очень. Серьезно? А когда вы находите время готовить, а что вы готовите? Расскажите, что у вас, какое у вас блюдо? Ну, у меня семья, у меня дети. Кто будет готовить? А какое у вас блюдо самое такое, как они называют, фирменное блюдо? Сигна-чурдиш. Какое у вас? Фирменное блюдо, но их много. Их много. Это всевозможные мясные. У нас наши национальные традиционные блюда есть. Они в основном все мясные с тестом, с разными там клетками. Еще чем-то такими. Вот тесто с мясом, рыбой. Это венгерские в смысле, да? Венгерские, да. Супы разные, бульоны. Дети просят, мама приготовь вот это, мама приготовь это. Да, 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 конечно. Пироги печете, да? Особенно на праздники мы печем разные традиционные праздничные пироги и сладости. Праздники мы отмечаем только православные христианские. Это Пасха, Рождество, Крещение. То есть Рождество вы отмечаете 25-го числа? Нет, Рождество 7-го. А 25-го вообще не отмечаете? А 25-го отмечают мои родители, но мы их поздравляем. Ага. То есть они отмечают 25-го. Так, а на диетах сидите на каких-нибудь? Вот сейчас спрашивать буду у вас такое женское всё. Сидите на диетах? На диетах сижу периодически. Иногда приходят. А какие диеты можете посоветовать женщинам нашим? На каких грец, может гречневая диета или там? Вы знаете, всё зависит на самом деле. Вот честно, я испробовала плато, и я поняла, что всё зависит от организма человека. Потому что кто-то, кому-то рекомендует каши, а она кушает эти каши, наоборот, полнеет. Кому-то надо сидеть на овощах, кому-то какое-то сбалансированное диета, кто-то на каком-то интервальном голодании. Всё зависит от организма, и человек должен подобрать сам себе уже какую-то диету. Но самое главное, мне кажется, не кушать после шести, это точно. А новомодная кето-диета, как вам? Что вы скажете о ней? Я не пробовала. Нет, да? Не знаю, не могу сказать. Я пробовала, что-то так и не смогла я на ней сидеть. Не получилось. После шести не кушайте. Не кушайте сладкое. Нужно отказаться от всего сладкого, от хлеба и картошки. И после шести. Да как без картошки-то, без нашей любимой? Ой, не говорите, с хлебом, да? Как я люблю это пюре. Это вообще для меня, как говорится, родину продаж за пюре. Вот так вот я его люблю. Самое вкусное приходится отказываться, жертвовать. Да, да. Да, ну что поделаешь. Ой, ну ладно, интересно, конечно, было. Спасибо вам огромное за ваше время. Сколько у вас там? А у нас с вами одинаковое время с Нью-Йорком. Я обязательно дам своим подписчикам ваши координаты. Ждите много, наверное, звонков, потому что меня смотрят. А, кстати, ведь это не важно, в какой стране человек живет. Ведь вам могут же позвонить. У вас же есть WhatsApp. У вас есть? Да, у меня есть WhatsApp, Viber, Messenger. И все на этом телефоне, который я отдам сейчас. Ну, по этому номеру телефона, да, всегда могут обратиться. Пожалуйста, я отвечу на все вопросы. Ну, у вас очень много, наверное, там звонков. Пусть там пишутся, да, от Натальи Фалькона, чтобы вы хоть знали. Обязательно. Если кому-то нужно будет обратиться, обязательно пусть называют ваше имя. Да. От вашего имя. Вот приятно. Пусть привет передают от меня. Конечно, конечно, Наталья. Да, это здорово. Ну, спокойной вам ночи, Наташенька. Спасибо вам огромное. Какой у вас красивый платок на вас. Все смотрю на ваш платок. Спасибо, благодарю. Спасибо большое. Наталья, мне было очень приятно с вами побеседовать. С вами очень легко. Спасибо. С вами прям очень интересно. Вы очень чистый человек. Правда? Очень чистый. Спасибо большое. Очень чистый. Ой, как приятно. И вас не затронет никакой негатив, поэтому не бойтесь. Я вот вам прям прилюдно это говорю. Вау, спасибо. Это здорово. Это здорово. Это здорово. Ваши дети уже на распад легли. Мы с вами болтаем или нет. Нет, вы девочки, что вы вечер. Спасибо большое. Спасибо вам, Наталья, за приглашение. Желаю всем вам и всем вашим друзьям, подписчикам счастья, крепкого здравия души и тела, мира. Любите друг друга. Как я уже говорила, цените каждое мгновение. Продолжайте жить и боритесь с препятствием. Спасибо вам огромное за то, что уделили нам время. Потому что у нас... С удовольствием. Спасибо. И я думаю, что если вдруг у меня... Я попрошу своих подписчиков, чтобы они вообще, может быть, подготовили мне какой-то список вопросов. И если они мне напишут какой-то список вопросов, мы с вами еще сделаем видео. Потому что я не знаю, может, что спросить, что других интересует. Правда? Мы можем... С удовольствием. Конечно, конечно. Ну и все, спасибо огромное.